Ежегодный конкурс педагогического мастерства «Учитель года Кубани» стал уже традиционным. В этом году за почётное звание в муниципальном этапе будут бороться 28 преподавателей из школ Славянского района. Лучшего определят по итогам нескольких отборочных туров. Учителя со стажем и те, кто только начал свой трудовой путь, те, кто посвятил свою жизнь благородному делу учить детей. Лучшие педагоги Славянского района встретились на муниципальном этапе краевого конкурса «Учитель года Кубани-2017». Конкурс мы стараемся проводить традиционный, для того, чтобы все участники были в одинаковых условиях. Единственное, что требование к проведению урока меняется. И, соответственно, с каждым годом учителя стараются привносить какие-то инновации в свои уроки. И, соответственно, стараются их сделать более качественными, интересными и яркими, запоминающимися для своих учеников. Участников муниципального этапа поприветствовал начальник управления образования Виталий Титаренко. Он поблагодарил педагогов за самоотверженный и профессиональный труд. В нашем родном, любимом Славянском районе самые лучшие учителя. И когда сражаются лучшие, всегда на это приятно, во-первых, посмотреть. Это всегда общение между собой, между конкурсантами и теми членами жюри, которые присутствуют, и уважаемые коллеги на всех этапах конкурса. На пути к победе претендентам предстояло пройти ряд испытаний, выступить с самопрезентацией, провести показательный урок и мастер-класс по своим инновационным наработкам. Анжела Булеева – учитель истории в девятой школе Станицы Петровской. Она опытный педагог, работает учителем уже 16 лет. Работает с душой, отдавая каждому ребенку частичку себя. Анжела Витальевна в своих уроках старается применить новые методики. Конечно же, сейчас учитель должен быть очень творческим, потому что нужно ребенка заинтересовать. В наш век технологии, когда дети активно сидят в интернете, у них очень много различных гаджетов, в которых интересное количество игр каких-то, в том числе и развивающих логику, то заинтересовать их сейчас обычным уроком очень сложно. Поэтому каждый урок – это целая творческая мастерская, лично для меня. Анжела Булеева и еще 17 конкурсантов прошли в финал муниципального этапа конкурса. По его результатам и станет известно имя победителя, который представит наш район на заключительном этапе конкурса в Краевой столице. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».